Фокусы от Моряка Ну что, друзья, давайте посмотрим, как выглядит этот фокус, который называется «Пикник игрока в покер». Предположим, что вы не старый, но уже опытный такой фокусник, выходите к зрителям. И для этого фокуса вам потребуется выбрать одного зрителя, который будет непосредственно принимать участие в этом фокусе, будет иметь контакт с колодой. Предположим, что вы осматриваете всех своим взглядом и останавливаетесь на одном из них, на одном из зрителей. Вот ты, сынок. Подойди ко мне, подойди поближе. Дай разглядеть тебя поучше. Как тебя зовут, сынок? Ларри Дженкин, сэр. Ларри? Ну, откуда ты, сынок? Миннесотто, сэр. Миннесотто? У-у-у. Ларри, а ты в курсе, что у тебя лицо профессионального игрока в покер? Нет-нет, что вы, сэр. Я всего лишь обычный зритель. Обычный зритель? Ну что ж, Ларри, сейчас мы это проверим. Ларри, сейчас тебе нужно будет взять эту колоду и разделить ее примерно на 4 равные стопочки. Ты справишься, Ларри? Да-да, сэр, конечно. Ну что ж, держи. Ларри берет колоду и делит ее на 4 такие вот стопочки. Окей, Ларри, теперь что тебе нужно будет сделать? Ты берешь каждую стопочку, отсчитываешь 3 карты, убираешь под низ колоды и потом по одной карте добавляешь еще на каждую из стопок. Ты готов, Ларри? Да, сэр, я готов. Ну что ж, держи. Ларри берет стопочку, 3 карты отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. Далее 3 отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. Снова 3 отсчитывает вниз, по одной кладет наверх. И снова 3 отсчитывает вниз и по одной кладет наверх. Ну что ж, Ларри, мальчик мой, браво, ты справился. Я старался, сэр. Ну что же, Ларри, давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, хочу обратить ваше внимание на то, что я никаким образом не имел доступа к колоде. К колоду подрезал только Ларри. Ну что ж, посмотрим, что у нас вышло. Удивительным образом наш Ларри подснял именно на 4 тузах. Браво, Ларри, браво, сынок. Все-таки ты, наверное, коротаешь вечера в покер. Ну что же, друзья, если вам понравился этот фокус, обязательно комментируйте видео, ставьте лайки, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть призы. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то прямо сейчас подписывайтесь. Для этого достаточно кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на судно. Ну что ж, мы тем временем перейдем и посмотрим обучение этому элементарнейшему фокусу. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус, который называется пикник игрока в покер. Для начала этого фокуса вам нужна небольшая подготовка, а именно 4 тузов нужно поместить наверх колоды. То есть, если у вас есть время на подготовку, то, пожалуйста, положили и все, можно начинать фокус. Если же при этом присутствуют зрители, колода, к примеру, не ваша, то вам нужно вывести тузов сначала вниз, потом перевести их наверх. Как это можно сделать? То есть, мы пролистаем колоду, якобы для проверки. Не покоцанная она там, не потрепанная, ну, потрепанная, ладно, главное, чтобы целая была. То есть, доходим до первого туза. Ну, конечно же, в этот момент мы болтаем со зрителями, разводим карты, снова их сводим. Первого туза переместили вниз. Пролистываем далее. Попадается второй туз, мы снова разводим карты, большим пальцем левой руки я сдвигаю этого туза сюда, перемещаю их наверх. Точнее, перемещаю вниз, снова пролистываю. Конечно же, болтаю, снова его перемещаю вниз. Задаю какие-нибудь вопросы, там, да, всё в порядке с колодой. Что ж, дальше нам этих четырёх тузов, которые у нас внизу, необходимо вывести наверх. Как это делается? Просто мы тасуем колоду, когда карта остаётся чуть-чуть, мы переходим на пробежку. Помните приём такой, когда мы тасуем по одной карте? И вот, используя эту пробежку, мы их, собственно, все наверх и выводим. То есть, вот они у нас наверху. Всё. Собственно, остаётся лишь чуть-чуть. Остаётся вам лишь объяснить зрителю, каким образом откладывать карты. Итак, вы выбрали зрителя, он выходит. Вы просите поделить колоду на четыре стопки. Он, к примеру, делит колоду на четыре стопки. Обязательно запомните, куда он положит вот эту стопку с тузами, да, где тузы наверху. Возможно, он начнёт с неё, да. Возможно, он начнёт не с неё, а ей закончит. Например, вот так вот. Вот они у меня здесь тузы. Итак, начинать надо с той стопки, которая была самой первой, да, а заканчивать той, которая с тузами. То есть, для этого как бы мы берём сами, сами берём стопку, вот эту первую. И объясняем зрителю, то, что нам надо взять три карты, поместить их вниз и по одной добавить наверх. Зритель понял? Зритель понял. Окей, мы сами ему вручаем эту стопочку. Он берёт и начинает. Раз, два, три под низ, по одной наверх. Ну, соответственно, по логике дальше он, скорее всего, возьмёт эту стопку. Если он схватится, например, за эту, то скажите, что давайте пойдём по порядку, а эту стопку всё-таки оставим на закуску. Итак, он берёт следующую стопку, три карты под низ, по одной наверх. Далее, три карты под низ, по одной наверх. Берёт последнюю стопку с тузами, три карты под низ. И вот они у нас тузы сейчас идут. И вот он по одному наверх раскладывает. То есть, всё разложилось. Мы обращаем внимание зрителя на то, что он сделал всё сам, что колоду он сам поделил на четыре части. Вы к этой колоде даже и не прикасались. Ну что же, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Щёлкаем пальцами, переворачиваем карту. Щёлкаем пальцами, переворачиваем карту. Щёлчок, перевернули. Щёлчок, перевернули. Вот таким вот образом оказывается, что все наши карты – это четыре туза. Конечно же, мы сразу говорим, что зритель – профессиональный игрок в покер. Потому что обычный человек не смог бы подрезать колоду на четырёх тузах. Вот такой вот простенький фокус, который не требует никаких, собственно, навыков и умений. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же «Моряк». Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте видео. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних новостей. И до встречи в следующих видео. Пока!